Белоруссия Скажите, пожалуйста, следите ли вы за ситуацией, которая сейчас происходит в Белоруссии, за событиями? Ну да. И как вы поддерживаете, не поддерживаете белорусов в их борьбе? Поддерживаем, конечно. Почему? Прошли. Тоже нужна свобода, выбираем. Нужно, чтобы не один человек только был у власти, были разные партии. Ну и люди сами делают свой выбор. Слежу. И как вы, поддерживаете белорусов в их борьбе или нет? Белорусов поддерживаю, президента нет. Потому что я считаю, что представители правоохранительных органов, они не должны так обращаться с народом. Но это, мягко говоря, это бесчеловечно и кощунственно. Следите ли вы за событиями, которые сейчас происходят в Белоруссии? Да. И скажите, поддерживаете ли вы белорусов в их борьбе? Ну, я вообще Лукашенко поддерживаю. Почему? Ну, я не хочу, чтобы там было, как у нас, после Майдана. То есть вы сравниваете, да? Да. Да, да, да. Ну, а как вообще вы относитесь к событиям? Ну, вообще отрицательно. Следите ли вы за событиями, которые происходят сейчас в Белоруссии? Конечно. И как вы поддерживаете белорусов или власть? Ну, они же сами решить между собой должны. Я же не гражданин. Ну, а как вы относитесь? Ну, народ вышел неспроста. Какие-то же есть у него варианты. Вот. Если там фальсификация, значит, ее надо исправлять. Вот. Слава Богу, что там пока еще мирный путь идет. Вот. Я считаю так. Ну, по 100 тысяч, по 200 тысяч люди выходят. Это же немало, я так подозреваю. Вот. Поэтому у них там свои события. Ну, там менталитет один у нас, другой в России, третий, к примеру. Так что это их путь развития событий. Следите ли вы за ситуацией, которая сейчас происходит в Белоруссии? Да. Как вы относитесь к этим событиям? Отрицательно. Почему? А потому что это будет то же, что и у нас. А поддерживаете ли вы Белорусов в их борьбе? Смотря в чем. В чем? Ну, если они хотят, так как у нас свержение власти, то это одно, если какие-то требования выдвигают, которые сможет правительство, как говорится, осуществить их требования. Удовлетворить это другое. Следите ли вы за событиями, которые сейчас происходят в Белоруссии? Да, слежу. И как вы относитесь к этим событиям? Ну, как? Плохо. Почему? Ну, людей бьют там. Не слушают их. У каждого человека свое мнение. Они высказывают его. То есть вы поддерживаете, да, Белорусов в их борьбе за свободу, мнение? А то, что у них не борьба за свободу. А за что? Я даже не знаю, как вам сказать. Весь Запад стремится сделать беспорядок, что у нас, в Украине, что у Белоруссии. Это тоже не мучает. Это скорее всего. Следите ли вы за событиями, которые сейчас происходят в Белоруссии? Да. И как вы относитесь? Положительно. Почему? Ну, потому что там, как, не такая жизнь, как у нас. Что вы имеете в виду? Ну, работа прежде, зарплата коммунальные, потом продукты. А вот те события, которые, да, митинги, люди выступают против, чтобы смена власти произошла? Ну, я думаю, Лукашенко должен быть. Да, то есть вы поддержите белорусов за их борьбу или все-таки власть? Белорусов. Белорусов поддерживать? Да. Или власть? Ну, власть, которая была и должна быть. Следите ли вы за событиями, которые сейчас происходят в Беларуси? Слежу. И как вы относитесь к этим событиям? Плохо. Почему? Ну, потому что, да, это кипиш, за чего надо. Просто надо было, да, Лукашенко свергнуть, другого президента уже поставить на него. То есть вы поддерживаете белорусов или власть? Я поддерживаю белорусов. Вы следите за событиями, которые сейчас происходят в Беларуси? Практически нет. Ну, а вот, может, какая-то информация вот вас все-таки затронула? Поддерживаете ли вы то, что сейчас происходит там? Ну, как-то двояко, наверное, отношусь. С одной стороны, я же не знаю, как там, хорошо им при Лукашенко или плохо, правильно? Это нам... Ну, если столько людей вышло... А сколько людей? Я посмотрел вчера в Ютубе, столько вышло людей за поддержку Лукашенко. Понимаете, настолько это уже вот эти вот противоречиво, ну, для меня. То есть то, что нам преподнесут, да. С одной стороны, преподносит, что так столько людей вышли против Лукашенко. Может, так оно и есть, я не спорю. Ну, реально он уже там сидит много, может, он надоел. Ну, с другой стороны, так, посмотри, что у нас тут творилось, этот Майдан, все это, понимаете. Чему-то хорошему это привело. По мне, ни к чему хорошему не привело. Следите ли вы за событиями, которые сейчас происходят в Беларуси? Да, следим. И как вы поддерживаете беларусовых стремлений? Не очень. Почему? Я думаю, что Россия вторгнется, будет наш сценарий. То есть, а как вы к этому относитесь, к этим событиям? Ну, я считаю, что Лукашенко должен был немножко по-другому поступить. По-другому? По-другому. Ну, во-первых, жестоко не избивать людей. Во-вторых, выйти к людям, объясниться с ними. Ну, раз уже на то пошло, то провести досрочные перевыборы и уже тогда от ситуации. Если бы он проиграл, то сдать полномочия другому человеку. Он уже вышел к людям, а мы кричат «уходи». Ну, наверное, что он вышел поздно, уже после событий, после того, как он разгонял людей, как он жестоко повел себя. Поэтому люди так реагируют. Если бы это было до того, то было бы, я думаю, совсем по-другому. Мы не знаем, как будут развиваться события Беларуси дальше. Но следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ведь впереди вас ждет еще много интересного.